БМВ М8 дебютировал сразу в четырех модификациях, но двигатель на всех один. Это битурбо восьмерка 4.4. Отдача 600 лошадиных сил или 625 у подогретой версии Компетишн. Полный привод у спорткара с многодисковой муфтой подключения передних колес и активным задним дифференциалом. Причем предусмотрена возможность отключения переднего привода и системы стабилизации. Коробка передач – восьмиступенчатый автомат. Купе М8 разменивает первую сотню за 3,3 секунды. Версия Компетишн на 1,1 быстрее, а кабриолет на 1,1 медленнее. Подвеска, по сравнению с обычными моделями восьмой серии, перенастроена настолько, что изменились углы установки колес. Адаптивные амортизаторы положены по умолчанию, а тормозная система обходится без вакуумного усилителя. Вместо него установлен облегченный узел с электрическим насосом, который позволяет менять чувствительность и усилия на педали. Официальный мировой дебют BMW M8 состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Продажи начнутся осенью, но российские цены уже известны. Купе М8 стоит без малого 10 миллионов 800 тысяч рублей. Кабриолет – почти на миллион дороже. Доплата за версии Компетишн – примерно 1,5-2 миллиона к базовым купе и кабриолету. Не прошло и года после дебюта седана BMW 3 серии. И вот показан универсал Туринг. Модульная архитектура Клар принесла пятидверки на четверть более жесткий кузов, идеальную развесовку по осям и более широкий проем багажника, который и в объеме прибавил пяток литров. Сопоставимые модификации полегчали примерно на 10 килограммов. Всего двигателей 6, объемом 2 или 3 литра. Слабейшие бензиновые и дизельные версии предполагают задний привод и выбор между шестиступенчатой механикой или восьмиступенчатым автоматом. Остальные могут быть и с полным приводом, но только двухпедальные. В Европе продажи Туринга начнутся 28 сентября, а в России универсал вряд ли появится. Представленный на автосалоне в Шанхае концепт-кар нового компактного кроссовера превратился в серийный Mercedes GLB. Автомобиль сохранил основную черту шоу-кара – опциональный семиместный салон. По выкладкам производителя на третьем ряду способны комфортно разместиться взрослые пассажиры ростом до 1 метра 68 сантиметров. Комфорт им обеспечивают в том числе и подстаканники с USB-портами. Объем багажника в семиместной версии не приводит, а в базовой пятиместной компоновке под полкой умещается 560 литров. Тем временем, базовая версия GLB пятиместная. Удлиненная на 100 мм по сравнению с родственными Mercedes A и B классов колесная база обещает приличный запас пространства на втором ряду, который за доплату оснащается продольной регулировкой в диапазоне 140 мм. Моторная гамма для Европы состоит из пяти модификаций – две с передним и три с полным приводом. Все двигатели четырехцилиндровые. Начальный бензиновый агрегат комплектуют старым семиступенчатым роботом, остальным версиям положен новый восьмиступенчатый. Самая динамичная бензиновая версия GLB 250 набирает первую сотню без малого за 7 секунд, а самым медленным оказался младший дизель с полным приводом. В отличие от А-класса, где начальные версии оснащаются полузависимой балкой, у всех GLB задняя подвеска многорычажная. Выпускать кроссоверы для Китая будут в Пекине, а потребности остальных рынков закроют завод в Мексике, где уже делают седаны А-класса. Продажи в Германии начнутся в конце года, а в Россию GLB приедет уже в 2020 году. Новое поколение вседорожного универсала Audi A6 Allroad по традиции получило пластиковый обвес, который может быть черным или окрашенным в цвет кузова. Приподнятый Allroad оказался на 45 мм выше обычного Avanto, но не все эти миллиметры пошли на увеличение клиренса. К слову, Audi не указывает величину просвета для других моделей A6, но про Allroad мы знаем, что адаптивная пневмоподвеска держит базовый клиренс на уровне 139 мм. Но в зависимости от условий просвет может меняться в диапазоне 60 мм. В режиме Offroad пневматика поднимет машину на 30 мм от стандартного уровня, но ограничивает скорость 80 км в час. А максимальный уровень лифт доступен на скорости 35 км в час. А если разогнаться до 120, то клиренс автоматически опустится до минимального уровня в 124 мм. Под капот ставится модернизированный трехлитровый турбодизель V6 с восьмиступенчатым автоматом. Предложено три варианта форсировки, и каждый из них предполагает мягкую гибридную надстройку из 48-вольтового стартер-генератора. С начальным двигателем разгон до 100 км в час отнимет менее 7 секунд. А самый мощный Audi Allroad тратит на это упражнение чуть более 5 секунд. В Европе продажи начнутся уже в июне. Начальная цена в Германии 61,5 тыс. евро или 4,5 млн. рублей. Рестайлинг на стик кроссовер Renault Kaleos на четвертом году производства. Внешних изменений немного. Улучшены материалы отделки салона. Усовершенствована мультимедиа R-Link 2. Установлены более удобные кресла с выдвижными подколенными секциями. А спинка заднего дивана регулируется по углу наклона. В Европе Kaleos продается только дизельным. От младшего мотора 1.6 отказались еще в прошлом году. И теперь единственный двухлитровый мотор Energy уступает место паре новых дизелей Blue DCI. В России Kaleos обновится только в следующем году. И наша линейка моторов едва ли изменится. Сейчас кроссовер продается в России с двумя бензиновыми атмосферными моторами и одним турбодизелем. С 1960 по 1963 год Астон Мартин построил 19 купе DB4 с кузовом от Илье Загата. То были трековые машины, каждая с индивидуальными особенностями. Теперь модель решили буквально переиздать. Под капотом рядная бензиновая шестерка в гоночной спецификации. В трансмиссии четырехступенчатая коробка передач и самоблокирующийся дифференциал. В салоне спортивные кресла и амалогированный FIA каркас безопасности. Астон Мартин выпустит ровно 19 новоделов. Но в честь столетия фирмы Загата продавать их будут только в комплекте с еще не показанным современным суперкаром DBS GT Загата. Пара машин без учета налогов обойдется в 6 миллионов фунтов стерлингов. Известна и российская цена – 762 миллиона рублей. В ближайшие выходные реплику DB4 покажут на гонке 24 часа Лимана. Но близко подойти не дадут, чтобы публика ненароком не повредила легчайший алюминиевый кузов из листов толщиной всего 1,2 миллиметра. Модельная линейка Ниссанов на российском рынке сократится еще на две модели. Дилеры распродают запасы кроссоверов Juke и суперкаров GTR 2018 года выпуска. И на этом две самые харизматичные модели марки с нами попрощаются. И дело тут не только в слабых продажах, а в необходимости продления истекших сертификатов одобрения типа и установки систем Aero Glonass. В прошлом году Juke нашел у нас 2500 покупателей и занял третье место в сегменте кроссоверов B-класса после Kia Solo и покидающего рынок Ford EcoSport. К слову, продажи Juke в России три года назад уже прерывались. Nissan тогда исследовал возможность локализации модели, но в итоге вернул на рынок машины британской сборки с урезанной гаммой модификаций и без полного привода. Новое второе поколение Juke, основанное на модульной платформе CMF-B, дебютирует уже в этом году. Но в России новинка не появится. Взамен нам предложат простенький кроссовер на платформе B0, аналог индийского компакта Nissan Kicks. У суперкара GTR прямой замены не предвидится. В прошлом году россияне купили 25 экземпляров, а это не так и мало на фоне мирового тиража в 2000 штук. По всей Европе разошлось 524 GTR, еще полтысячи продано в США. Второе поколение суперкара с индексом R36 будет глубокой модернизацией нынешнего и выйдет в ближайший год-два. А полностью новый R37 увидит свет не ранее середины 20-х годов. Итого в России останется четыре модели Nissan. Это Tirana, Qashqai, X-Trail и Murano, которые выпускаются на заводах в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам пяти месяцев продажи Nissan в России упали на 13%, до 26 тысяч автомобилей. Марка Cadillac переживает глобальное обновление линейки седанов и одновременно омолаживает семейство мощных V-моделей. Так, сразу в топ-версии показан среднеразмерный Cadillac CT4, который приходит на смену Cadillac ATS. Машина построена на той же платформе Альфа, что и предшественник. Передняя подвеска типа McPherson, задняя многорычажная. Основной привод задний, но есть и полноприводные варианты. Колесная база, ширина и высота остались практически неизменными. А вот в длину седан прибавил более 11 сантиметров. В моторном отсеке тенденции противоположные. Если уходящий ATS-V оснащался V-образной битурбо шестеркой, то у новой модели CT4V двигатель всего лишь четырехцилиндровый. И несмотря на турбонаддув, отдача упала более чем на полторы сотни лошадей. И до уровня заряженных Mercedes-AMG и BMW M теперь не дотягивает. Механической коротки передач у Cadillac больше нет. Предусмотрен только 10-ступенчатый автомат. На рынок CT4V выйдет в следующем году. Но производство седанов запустят в Мичиганю уже осенью. И вероятно, что менее мощные версии увидят свет раньше топовой.